Всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, и вы на моем канале про моду-шоппинг и модные путешествия. Друзья, всем доброе утро, всем приветики! Мы сегодня с вами отправляемся в Хэрротс магазин, один из крупных магазинов в Лондоне. Здесь сплошная Dolce Vita Lux, огромное количество магазинов. Хочется вам показать и рассказать, и просто погулять с вами по этому гигантскому раю для шопоголиков. Месту, где можно купить, наверное, ну если не все, то очень многое. Поэтому, если вам это интересно, не переключайтесь и продолжайте смотреть. На какое-то время, на рождественские праздники, магазин превратился в пряничный домик. Все витрины таким образом украшены, и здесь главную роль играет Кристиан Диор, который все это проспонсировал и организовал. Вот такая красота. И также здесь есть еще кафешка Диор, посмотрим, удастся ли найти ее. Друзья, этому зданию уже больше 170 лет. Магазин был открыт в 19 веке. Представляете, один из самых старых магазинов крупных Англии. Да, друзья, ну как я и думала, я пришла сюда в воскресенье, и здесь, конечно, тоже как на базаре народу, потому что это место культовое, место, куда хотят прийти многие, чтобы посмотреть все вживую. Поэтому неудивительно, что здесь огромное количество туристов. Даже не знаю, куда мы с вами сейчас пойдем, если честно, потому что глаза просто разбегаются. Но хочу для начала вам показать самую главную достопрещательность этого магазина. Это лестница, фантастическая лестница. Как я вам уже сказала, сам магазин был основан почти что в середине 15 века. И как раз в то время набирал оборот интерес к исследованию мира. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Просто прелесть. И египетская тема в том числе была очень популярной. Это, конечно, все еще будет более популярно на стыке веков, когда начнется эпоха Арнуво, Ардеко. Они будут, конечно же, использовать все эти элементы. Но уже при строительстве этого здания, это уже было популярным элементом декорирования. И здесь просто невероятно. Я бы сказала, что сюда стоит даже зайти просто, чтобы покататься на этой лестнице. Все, мы с вами приехали на пятый этаж, последний. Там еще есть шестой, но там ничего нет для нас интересного. Здесь тоже есть всякие кафе. Потом мы будем с вами плавно спускаться. В целом, конечно, как вы видите, какое огромное количество этажей. На каждом есть огромные площади с огромным количеством товаров. Все за один день пройти, друзья. Итак, как здесь все устроено? Здесь есть вот такие отделы, как Луэва, например. И дальше Боттега Венета, Де Роу. Это все находится в открытом доступе. Можно подходить, смотреть, трогать, все что угодно. Но также есть еще и отдельные бутики. О, это сумочка, посмотрите. Сумочка новая от Боттега Венета. Вот еще серебряная такая, симпатичная очень. Де Роу. Плымная красота. Вот этот кейп. Друзья, если нет денег на Де Роу, то есть на такой же, только покороче, сейчас продается в Кос. В ярко-розовом цвете, в бежевом, был в черном. Зависит от сайта, зависит от страны. У нас уже он распродан. Но вот, рассказываю, где можно найти альтернативу. Немножко лучков от Луэва. Версачи, кстати, тоже. Вот мы посмотрим. Такой немного получается у нас с вами голубом по Европе. О, какова красота. Это бижутерия Версачи. Кстати, смотрится неплохо, вполне неплохо, мне кажется. Особенно эти маленькие пузеточки с Версачи знаком. Симпатичные вполне. Так, друзья, я пока еще не могу определиться, как нам с вами сегодня посмотреть это видео. Потому что, с одной стороны, хочется вам показать и одежду. Такая красота. Просто невероятная красота. А, с другой стороны, хочется также вам показать просто сам магазин и рассказать, как он устроен. Будем, наверное, с вами пытаться сделать и то, и то. Два в одном. Мне нравится всегда показывать, как пространство организовано в магазинах. Это всегда очень интересно, необычно, часто отлично. Магазины стараются находить свой собственный стиль, чтобы отличаться. И вот такое необычное оформление мы можем найти. Вот здесь дальше Designer Collections и International Designers. Пойдемте в International Designers. Это Sport Max мы с вами проходим. Смотрите, какая красота. Это уже все в перьях. Блестит. Так, через Жильзандр, через их меховые тапочки. И такие смеховые ботиночки. Мы с вами проходим дальше в International Design. И здесь уже Изабель Маран. То есть здесь собраны разные бренды уже. И французский, и Ами, как мы видим. Вот такая красота. Вот вам современные образы, девчоночки. Деджина Пио. Присматриваюсь все время к бренду. Мне очень нравится их одежда. Но пока только присматриваюсь. Посмотрите, вот. Вот он, must have этого сезона водолазка. Не устаю вам об этом рассказывать. Вот такая водолазка от Рижины Пио. Стоит 195 фунтов. Она асимметричная. Вот он. Видите, кончик у нее торчит. Я бы сказала, наверное, даже импрессионистский рисунок. А это сумка круассана от Le Mer. Сумка, ну не то чтобы моей мечты, но, наверное, одна из сумок, которую я бы себе точно приобрела, если бы мне нужна была еще одна сумка. Но стоит она не дешево, что-то в районе тысячи. И это круассан, друзья. Это круассан. Новый для меня бренд. The Monet. Здесь меня привлек этот жакет. С приталенностью. С такой сильной. Здесь очень плотная резинка. И сам он по себе тоже как будто бы сделан из гобелена. Такой твит. Мне кажется, этот твит, на самом деле, ткань. Очень красивая. Безумно красивая. Какое-то безумие. В правильном смысле этого слова. Еще один жакет. Посмотрите, такой же по фасону, только уже в бежевом цвете и с пайеточками. Так, мне нравится этот бренд. Друзья, здесь это эксклюзивчик, как оказывается. Смотрите, нашла цену этого жакета, но в кожезаменителя стоит он 1590. Я думаю, что тот жакет примерно наверняка в той же самой ценовой категории. Но здесь несколько по-другому выполнены застежки. С такими застежечками. Супер жакет. Просто бомба. Хочу вам кое-что показать и рассказать. Когда я увидела эти туфли на премьере, то есть когда их только выпустили, я была уверена, что эта розочка, она пластиковая. Но сейчас в проходении мимо я увидела, что это не пластик, а ткань специальным образом обработана. То есть это мягкая часть, а сам каблук выглядит вот так. То есть он пластмассовый, но цветочки до пола не дотрагиваются. Там буквально разница в 2 миллиметра, так, чтобы это все оставалось в целости и невредимости. Вот такой секрет туфеля Тлоева. Стоит они 1300. Магда Битрум. Как вам? Вот эта мощь. Это туфли для красной дорожки однозначно. Или на свадьбу себе. Мой любимый под бренд Исеймияки Плиц Плиц. Здесь все пластированное. Такие топовые юбочки. Конечно, розовый цвет, голубой, пыльный, с принтом, без принта, черный, коричневые. Такие брючишки. Кардиганы. Классическая модель. Тоже вот луза. Этот кардиган стоит 380 фунтов. Вы знаете, да, что как раз-таки Исеймияки придумал такой тип плессировки, запатентовал его. Специальным образом изделие сначала вырезается, то есть сначала вырезается его модель, и потом она уже плессируется, и получается вот такая прелесть. Что мне особенно нравится, это замечательные куртки. Более мелкая плессировка наверху, более крупная внизу. Просто какая-то фантастическая вещь. Однозначно да, однозначно хотеть прямо сейчас. И этот плащ внутри тоже плессированный. Вот она плессировочка. Стоит 1300. И короткая версия стоит 840. Супер, просто бомба. Надеюсь, что правильно произнесу. Robin Rose. Здесь всё яркое. Здесь немного, мне кажется, ретро даже есть какое-то влияние. Кстати, шерсть такая очень плотная у этих брюк. Кстати, парижский бренд. Надо мне изучить этот вопрос. Но мне кажется, явно есть такой ретро-аспект, который ярко выражен. 1700 фунтов. Вот такой люкс-бренд. И приталенные платья. Это безумные кардиганы. Вот, например, мне кажется, просто замечательная вещь. Получного цвета укороченная куртка. С такими мощными элементами на манжетах. И такой же мощный элемент в виде ремня. Ремень такой тяжёлый, что он просто висит внизу. Монклер приготовила что-то безумное. Посмотрите, это пуховики с перьями. Вот так, друзья, можно объединить традиционные свои изделия. Это ДНК бренда производить пуховики с перьями. С трендом, последним трендом последних сезонов. Вот такое розовое чудо. Просто какая-то фантастика, друзья. Если бы я была женой олигарха, каталась бы на лыжах где-нибудь в горах, я бы точно себе такое купила. Мне кажется, такой эпатаж. Просто бомба. Так, друзья, сейчас будут интриги, скандалы, расследования. Вы знаете, что этот магазин попадал в ряд скандалов. И одним из них являлась продажа натурального меха. То есть это единственный магазин, который до сих пор продаёт натуральный мех. Что мы и видим за моей спиной. Есть также здесь мимо открытых магазинов, как мы только что с вами посмотрели, есть и закрытые бутики по типу Hermès. То есть это отдельное закрытое пространство, куда вы можете зайти. Шанель. Не смогла пройти мимо. Очень хочется показать вам эту красоту. Это бренд Dior, а у меня осталось 8% зарядки, поэтому я сейчас пойду в кафе пить кофе, подержать камеру и заодно кое-что вам расскажу. Друзья, я уже немного устала. На самом деле, мне кажется, это не дополнение. Это казалось себе. Не кофе, а горячего шоколада в этот раз. И сижу я в кафе, который находится в самом центре зала, где можно купить еду, различные сладости, кофе, чай. Это тоже в Херетс. Очень приятное место. Здесь огромная очередь. Мне повезло, я была одна. И для одного человека нашлось местечко намного быстрее, если бы, например, я была с кем-то или на спорту трое или четверо. Советую вам сюда заглянуть тоже. Я хотела вам рассказать про Херетс. Еще одну вещь. Про дресс-код. Да, было определенное требование того, как нужно будет видеть, что нужно надевать. Ну так вот, да, Херетс известен тем, что у него был дресс-код. И не всех пускали посмотреть на прелести этого магазина. Сейчас немного более демократично, но все равно я думаю, что если вы придете в купальнике, то вас тоже не выпустят. Вот такой пятиминутка в фактовом Херетс. А я продолжу пить кофе, заряжать камеру и еще, может, что-нибудь здесь снимать. Обнаружен Шу Хевен, рай для любителей обуви. И здесь сразу же она попадает целый Витон. Это Джимми Чу, красота. А это довольно известный грузинский бренд, который называется Match Match. У них очень известная обувь, которую носят даже звезды. И это одна из новых моделей. Вот одна из самых известных моделей. Это эти бантики. Сразу нам указывают на этот бренд. Сейчас есть огромное количество подделок. Вот вы можете увидеть вот такие. Посмотрите, какая красота. Этот бантик, это их часть, их ДНК, этого бренда. Во всяком случае, пока они его используют в разных вариантах. Так, чтобы вам дать идею, сколько стоит. Например, балетки стоят 910. Но это почти что Манала Бланик, друзья. На самом деле, по цене это 840. На маленьком каблучке Китон Хилл. Все очень симпатичные. Ну что, что вы выбираете? Манала Бланик или Match Match? А вот и Манала Бланик, о котором мы с вами разговаривали. Посмотрите, тоже очень красиво они сделали эту витрину с различными моделями. Как елочка. На самом деле, мне кажется, это такая елка с разноцветными шариками в виде их знаковой культовой обуви, культовых моделей. Красота. Ну и давайте сравним цены. Вот так, что мы с вами посмотрели Match Match. А, здесь нет цены. Это очень красиво. Мне нравится пряжка. Вот эта классическая пряжка. И рядом с жемчуком. Мне, кстати, с жемчуком больше нравится. Как-то она более элегантно смотрится. Хотя тоже выглядит чуть-чуть более возрастной. Вот вообще какое-то совершенство в геометрии. Просто огонь. Посмотрите. Вот это туфли. И кому не хватает блеска, здесь тоже можно найти как золотые босоножки, так и с такими золотыми стразами. Так, а это наш Курт Гайгер. Он, кстати, в Лондоне набазируется, поэтому здесь тоже он представлен. Вы помните, да, как я вам жаловалась про свою сумку Курт Гайгер. Здесь вечерка, вечерний вариант. Много блеска, тоже безумные какие-то стразы, супер пряжки, супер застежки. Много-много-много-много всего. Бархат. Кстати, вот на голубом фоне мне нравится. Я люблю голубой со стразами. Смотрится интересно, но все равно очень ярко. Глиттер, металл. Все есть. И продолжим тему блеска. Эти Versace уже. Стоят они 1110 франков. Почему-то хочется все время сказать франков. Фунтов. Если честно, мне не нравится. Не знаю почему, как это выглядит, очень непонятно. И, кстати, не совсем качественно, посмотрите. За 1000 опять-таки 10. А сумочки мне эти очень нравятся. Эти малютки, кстати, они очень симпатичные. И их старшие сестры тоже смотрятся здорово. Круглые сумки возвращаются, мне кажется, в моду. Сейчас много брендов их выпускает. Как круто сделана эта экспозиция. Как классно они сделали один бренд. Вот этот. И как они красиво вписали это во все. Вот этот волшебный, мне кажется, розовый куст. Так что обувь смотрится совсем незаметной. Но все равно они ее представили наилучшим образом. Мы с вами уходим из этого рая обуви. Просто невероятное место для тех, кто любит обувь. Я люблю, мне понравилось, я довольна. И дальше идут следовать этот магазин. Для любителей домашнего дизайна, домашней утвари, декора. Здесь отдельный этаж, который посвящен только этому. Текстиль, посуда, одеяло, подушки, стаканчики, тарелочки. Все это тоже здесь можно найти. Лучших брендов. Также не только брендов, которые специализируются на этом. Но также, например, брендов, которые специализируются на одежде. Они тоже выпускают свои линейки, как Фэнди, Версачи и так далее. Вы здесь это тоже можете все увидеть. Вот эти шахматы, друзья. Здесь написано «Не трогать руками». Я понимаю, почему. Здесь все хрусталь. И стоит эта доска вместе с шахматами 25 тысяч фунтов почти. Я думаю, всем будет интересно посмотреть на Christmas. Подготовку к Рождеству. Christmas World. Знаете что? Мне кажется, что здесь даже пахнет елью. Вот здесь есть стоящий магазин, может быть, это, конечно, из него выходит этот запах. Но здесь стоит запах ели. Безумно красивый. Игрушки набора здесь достаточно, мне кажется, стандартные. Хотя не все. Вот такого я еще не видела. Знаете, сейчас такое время, когда примерно во всех магазинах мира продается одно и то же. Такие китайские игрушки. Такого типа, такого, такого, которые изображают разные сферы нашей жизни. Сырочки можно купить, икорку, все что угодно. Но, может быть, найдется что-то более эксклюзивное. Сейчас посмотрим. Будем искать. Называется «Висит груша. Нельзя скушать». Очень красивая, кстати, игрушка, но я точно такие же видела, когда заходила в Liberty. То есть это не эксклюзивчик. Какой адок, как много людей. Я даже не представляю, что здесь будет прямо накануне Рождества, когда уже все побегут покупать свои подарки. Вот можно купить шарик. Кстати, очень легкий. Стоит он 9 фунтов. Вот такой. На памяти можно купить Ахерц. Или вот такой. Посмотрите, какая красота, да? Вот. Ну что, друзья, удалось мне вам передать немного рождественской атмосферы. Надеюсь, что удалось. Хотя бы чуть-чуть. Здесь есть шикарнейшие места для того, чтобы перекусить. Посмотрите, как, например, вот это место. Помимо ресторанов и кафешек, здесь также есть целый этаж, посвященный fine food. То есть вы можете найти абсолютно все. Например, взять что-то с собой. Салатик, сэндвич, киш, деликатесы, также можно яички прикупить, сырок. Ну все, все, друзья, классические сыры, нарезочку. Красивые пирожники, кстати, тоже здесь есть. Паста ручного приготовления домашняя. Вот здесь lunch to bowl. То есть если вы находитесь рядом с Harrods, можно просто забежать и купить что-то очень классное. Покажу вам немного деталей отделки. Я знаю, что вы любите, как и я, такие маленькие детальки интересные, которые, конечно же, заставляют общий вид. Это отдел с шоколадом. Посмотрите, какой огромный выбор шоколада. Здесь многие бренды представлены, в том числе. Я была удивлена увидеть в Лейдерах. Это наш швейцарский шоколад. Также здесь есть собственный бренд Harrods, который тоже делает шоколад. И огромное количество конфет в различных упаковках. Народ уже готовится к праздникам. Прождественские календари, конфетки. Что, друзья, мы с вами прогулялись по Harrods. Задача не была выполнена, потому что я не нашла ни Dior Cafe, ни Dior Pop-Up Store. Ну что ж, поделаешься. Зато мы посмотрели с вами этот магазин. Я надеюсь, что вам понравилось. Вы поняли, что он из себя представляет. 330 магазинов внутри, представляете? 330. Невозможно за один день все посмотреть. Я предлагаю вам с вами приехать, если будет возможность, обязательно зайти, посмотрите этот Lux, посмотрите этот Dolce Vita. Может быть, выпить кофе, посмотреть просто на людей. И что, я надеюсь, что вам понравилось это видео. До новых встреч, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Я ужасно устала. Сегодня уже улетаю обратно в Швейцарию. И буду оттуда снимать примерочки. Поэтому до новых скорых встреч, друзья. До новых модных путешествий. Пока-пока. 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 Пока-пока.